Водитель на месте Вот Наташка вселилась Это малышек Итак, мы в Ростове Великом Вот тут бегать вниз, вверх-вниз Закладные, свежие, новые Мы решили зайти в котлетную О, наконец-то принесли ням Посмотрите, пожалуйста, на этого эстета Жопу с ручками Идем в царевну лягушку Городок сказок В бар зайти Это местный байк Строили маленький перерывчик Чаепитие Под яблоней, да? Это вот у них сад-огород Отсюда со смотровой площадки Можно поближе все рассмотреть А вот теперь она заказала капучино В ядре Есть тут очень симпатичный мостик Мы его в прошлый раз видели С той стороны Это что это такое? Это у нас Это коктейль молочный Сейчас пококтейлимся Все готово к отъезду Велосипедики висят Водитель на месте Сейчас он коктейльчик оглотнет И уже может А, ну дороги может пососать Нет, конечно И кошка с нами тоже готова ехать Ну, let's go Приветствуем всех за просмотром Нашего нового видео Итак, путешествия продолжаются Закончились несколько дней От отдыха в Ярославле Мы долго думали Выбирали, какой город будет следующим И остановились на Ростове-Великом Город небольшой Но в нем есть много интересного С помощью навигатора и Алисы Мы нашли неплохую гостиницу От Ярославля до Ростова-Великого Ехать совсем немного Каких-то 56 километров Прямая дорога Мы быстро собрались и едем Сейчас проезжаем какой-то Ярославский завод Так, вот мы приехали в Ростов-Великий Русское подворье-Ресторан Русское подворье-Гостиница Наташ! Вот Наташка вселилась Без меня Так, пойдем посмотрим Какая у нас гостиница Гостиница, конечно, не шикарная Но нам понравилось У нас про нее есть небольшое видео Второй этаж Длинные коридоры Там, говорят, находится ресторанчик Так, это наш 15 номер наш Так, это у нас санузел Вот у нас Раковина душевая Так, это я Фен есть Наташка проверила Неужели гидромассажик тут есть, а? Нет, ну что там работает Наши дети Шкафчик Помещение Сексадром Это малышек Уставший малышек Так, зеркало Телевизор Холодильничек Вот Ничего, классный Холодильник хоть маленький, но зато есть Кондей Сумасшедший, а? Здесь гостиница выглядит Что-то здесь Утро в гостинице Что творишь, а? Итак, мы в Ростове Великом От Ярославля совсем немножко проехали мы Заселились в гостиницу И вот мы сейчас на прогулке Решили пойти просто ознакомиться пешком Тут все в такой шаговой доступности Да, Наташкина? Да Ну, в принципе, нам кажется Вот это вот центральное местечко Да? Похоже, малышек? Самое оно И вообще красиво Когда пасмурно, солнца нету Как-то все по-другому смотрится Смотри, храм какой Это вот Кремль Надо будет, наверное, туда сходить Наташка точно хочет в Кремль Ну, это полигон Ну, давай, говори, куда теперь? Ты будешь везти, Наташки? Ты ведешь меня куда? Да, я хочу здесь по полигону Ну, все У нее сейчас планы на неделю, как точно Мы тут два дня А у нее планы на неделю Ростов великий Сам городок небольшой Тут все строения даже невысокие Но вот ростовский Кремль Это достопримечательность Для такого городка даже огромная Стены, церкви, башни Кремля Звонница, собор Все впечатляет своими размерами Сам Кремль разделен на три части Соборная площадь, владычный двор И метрополичный сад На территории Кремля Много исторических достопримечательностей Просто красивых и интересных мест Есть несколько музеев Церкви, звонница Смотровая площадка Сад и огород Кремля Подробно и не спеша осмотреть Все за два-три дня невозможно Идем на территорию Кремля На соборную площадь Через так называемые святые ворота Кремля Мы попадаем на территорию соборной площади Сразу себя ощущаешь таким маленьким Среди высоких стен и строений Тут возвышается Успенский собор Звонница Успенского собора И церковь Вознесения Христова Церковь как бы встроена в стены Кремля Стены разделяет соборную площадь И владычный двор Тут же находится касса Где можно оплатить посещение всего Что находится на территории Кремля И один из входов Собор построенный из кирпича И имеющий такие внушительные размеры За всю историю три раза горел На чаре собор был деревянным В 1960 году был уничтожен пожаром Сразу же была начата постройка Белокаменного здания Но в 1204 году произошел очередной пожар А в 1408 году пожар уничтожил свод И главу собора Современное здание было построено С 1508 по 1512 год Как и весь Кремль Собор пострадал и во время урагана В 1953 году Снаружи собор почти весь Приведен в порядок А вот внутри стены и роспись Нуждаются в серьезной реставрации Они сильно пострадали От влажности внутри помещения Вот так выглядит собор изнутри В настоящее время Слушай, ты среди всего этого простора Такая маленькая кажешься А размеры впечатляют, да, Наташка? Мы решили сходить на звонницу Заплатили 200 рублей с человека И пошли по узкому коридору Это проход в звонницу Узкий такой Вот это вот мне интересно Такие маленькие окошки Вообще Вот тут побегать вместо Вверх вместо, да, Наташка Так, это течет тебе Классный проход Классный проход Он наверху звонит Вот колокола Да Я, Наташка, сблизи такого здорового Еще ни разу не видел Язык здоровый Не надо, не надо Смотри, какой Вау Иди почитай надпись лучше Вот что тут Интересно, какой его вес Надо спросить О, этот еще больше Вау Впечатляет, да? Вау 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 Ну что, Наташка, скажи пару слов Твое впечатление А? Я просто Она сразу говорит Что тут энергетика Совершенно другое Народу нету никого Тихо, спокойно Да? Она даже внизу там стояла И говорила Говорит Вот какая-то энергетика Такая хорошая Да, Наташкина? Да Нет, если честно Я вот от размеров От храма балдею Это напоминашка для посетителей Что звонить в колокола Строго запрещается Звонница была выстроена В два этапа Сначала построили Трехпролетное здание Изготовили и установили колокола Но аккорд колоколов Оказался минорным Тогда изготовили Самый большой колокол С весом 2000 пудов И возвели четвертую пристройку К прежней трехпролетной конструкции Окончательное строительство Звонницы было завершено В 1689 году Тогда 13 колоколов Были повешены в один ряд И прочно закреплены Позже к ним добавили Два колокола С тех пор колоколов 15 Какая мощь и сила Скажи Первый раз я так издавила Просто мощь Проход в звонницу Очень узкий Разойтись двум Даже малогабаритным людям Тяжело Поэтому подниматься вверх И спускаться Надо в определенное время По световому сигналу Кстати спустились мы Созвониться вовремя Звонарь приступил К своей работе И мы послушали Перезвон колоколов Продолжение следует... Продолжение следует... Следующее наше Запланированное Дело движения Мы покидаем территорию Кремля И идем к озеру Наташ Пойдем все-таки вниз Не хочет малыш идти Наташ От яркого солнца И большой площади Кремлевских стен С ярко-белым цветом Глазам становится Непривычно Мы находимся в Ростове Всего ничего Но уже с уверенностью Можно отметить Что людей Приехавших полюбоваться Красотами Кремля Немало От стен Кремля До озера Рукой подать По пути встречаем Группу художников Пишут портреты Натурщицы Вот и озеро Нера А это Гранитный крест Высотой 3,7 метра В мурованный Большой 18-тонный Волун Крест этот Напоминание о том Что Ростов Древнейшая столица Северо-восточной Руси Торжественное Освещение креста Было совершено 5 июня 2015 Мы заметили Что вокруг Кремля Немало художников Любителей Холстов И красок Они усердно Стараются Запечатлеть Прекрасное И красивое На своих Мольбертах Сегодня у нас День приезда В Ростов Хорош этот день Тем Что мы успешно Начали осматривать Достопримечательности Города За большой активностью Энергия наших Организмов Убывало Нужна небольшая Подпитка Мы решили Зайти в котлетную Время позднее Много чего Закрыто Мы пошли В котлетную Вот Котлетная Решили Жахнуть Отбивное Такое Вот С этим Вот Чудом Двумя Булочками Давай пиво Наташка Никак не может От телефона Оторваться Давай Малыш Клюй Перед сном Мы решили покормить Крылатых Только почему-то Тут чаек Больше чем Голубей Ты все не приручил Чтобы Из ручки покормить Никто не хочет Никто не хочет По результатам Прошедшего дня Мы чувствовали Что надо Продлить Наше Пробывание В Ростове Интересного Тут много А чтобы Много увидеть Двух дней Мало В общем Мы отправились Набираться Сил Всем привет У нас утренний бег С Ростовом Великом Бежит Малыш Показывает Куда бежать Здесь небольшой причал Вон там Семейство плавает Уток И около причала Здесь На озере У нас Зарядка Так Упражнение Такое Упражнение Такое Нагибашки Растяжка Находим Подручные Средства Вон Наташка Ступенек На дереве Сделали Беседку Оригинальненько У нас в номере Легкий бардак И мы топаем На завтрак Как всегда Идем по запаху После утренней зарядки У нас Завтрак Завтраки у нас Включены В проживание Пройдя по второму этажу Спускаемся вниз По лестнице И попадаем В ресторан Зал Называется Изба Где у нас Проходят Завтраки Наташка На куда Ты делала Эту самую Продолжение следует... Так, сегодня мы чешем на велике. Ну что, на пешеходном переходе налево, да? Продолжение следует... Это такой стиль исторических построек. Все стены Кремля белые, кроме южной стены, за которой находится аптекарский огород и метрополичий сад. Объезжая Кремлевскую стену, сразу видно, что ее надо подлатать. Кое-где осыпался, вывалился кирпич. Ну а после реставрации можно будет и покрыть белым цветом. Прямо рядом с Кремлем, на южной стороне, есть одна достопримечательность. К ней мы сейчас и подъехали. Это Борисоглебская церковь. Или церковь Бориса и Глеба. Так она выглядела много лет назад. Это единственный уцелевший памятник архитектуры Ростовского удельного княжества. Стоит на крепостном валу 17 века. В том месте, где в озеро Нера впадала речка Пижма. Церковь лишена глав и колокольни. Еще не решен вопрос, в каких формах восстанавливать уникальный памятник. Памятник законсервировали. В таком виде он и пребывает по сей день. Новые вставили. Они ее постепенно будут реставрировать. Закладные, свежие, новые. Кстати, мощная, хорошая ковка, Наташа. Все новые ковки. В общем, часовню эту постепенно реставрируют. Здесь вот-вот видно. Тут вот свежий кирпич пошел. Вот, вот это вот все свежее, свежее там тоже делано свежим. В общем, и реставрируют ее постепенно. Около крыши кирпич вот там заложенный тоже. На это, кстати, приятно посмотреть. Везде опять вот вставили новые кованые решетки. Прямо свежая работа. Они будут его, Наташка, делать. Они будут все, скорее всего, делать как в едином белом цвете. Весь кирпич будут обмазывать. И будет все в белом цвете, наверное, в едином. Сделали легкую прогулку на великах по набережной озера. Осмотрелись. Посмотрели на деревянные дома, старые и новые строения. Тут есть некоторые старые дома, в которых жили купцы. Эти строения могут быть из дерева или из кирпича. В один из таких домов мы сейчас направляемся. Впереди виднеется собор Рождества Пресвятой Богородицы. Судя по лесам, построенным вокруг купола, собор вовсю реставрируется. А вот проезжаем справа деревянный дом. Скорее всего, частный домик. Новенький. И, по-моему, сделан из цилиндрованного сруба. Припарковали свои велики в сторонке. У собора Рождества Пресвятой Богородицы тоже очень внушительные размеры. Вот тут, рядом с церковью Николы, расположился дом-ремесел. В историческом центре города, на берегу озера Нера, в старинном доме купцов Рыкуниных, открыли дом-ремесел. Уникальная выставка работ мастеров народного промысла. Тут можно увидеть чернолощеную керамику, резьбу по дереву, копию поливных изразцов 16-17 веков, кружевоплетение, изделия из бересты, обрядовые куклы, цветное стекло, народные костюмы. Также тут проходят различные мастер-классы. Полепки из глины, росписи бересты, изготовление обрядовых кукол. Всем, кому нравятся народные промыслы в различных проявлениях, надо быть осторожными. Изобилие всего, что вы видите, может зомбировать. И вы часами не выйдете из этого места. Мы покидаем дом-ремесел. Многое посмотреть не удалось. У нас нет времени. Отдыхают кошки. Отъехали всего немного, и около жилого дома увидели красивый зеленый пятачок. Видеи растут на то, что мы любим. Колодец такой оригинальный, из покрышек сделали. Маленькая альпийская горка. Вот кто-то занимается. Интересно, да? Итак, первая часть путешествий по Ростову-Великому закончена. Во второй части мы посетим сам ростовский Кремль. И еще многие интересные места Великого Ростова. А пока говорим вам до свидания. До новых встреч. Смотрите нас на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова